Доброе утро всем, кто продолжает смотреть телеканал Россия. И вначале расскажем о погоде. Субтитры предоставил DimaTorzok В Черкесске сегодня без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Днем порывы будут до 14. Температура ночью минус 2, минус 4. Днем 4-6 градусов тепла. Народный хореографический ансамбль «Кавказ» принял участие в конкурсе искусств «Осенние таланты в Москве». Концертный номер нашего коллектива был признан лучшим среди всех. О том, что они представили на суд-жюри, какие регионы участвовали и какой конкурс в планах у ансамбля. На эти вопросы в эти минуты в нашей студии моей соведущей Белли Джозаевой ответит руководитель коллектива, заслуженный работник культуры России, народный артист Карачаева-Черкесии Эдуард Хугаев. Доброе утро всем! Доброе утро, Эдуард! Я благодарю вас за то, что вы нашли время и пришли сегодня к нам в гости. А поводом для нашей встречи стало то, что ваш коллектив, народный хореографический ансамбль «Кавказ» принял участие во всероссийском конкурсе «Осенние таланты», который проходил в Москве. И ваш танец, ваш сценический номер признан самым лучшим. Ну и какой танец вы представили на суд-жюри? Расскажите. Мы представляли карачаевскую праздничную суету «Той Тепсел», где я показал всю технику, пластичность, темперамент наш. И они оценили очень достойно. Там в жюри сидели люди, профессора, действующие артисты и преподаватели еще такой культуры. Вот. Все большими регалиями. И они отдельно, когда позвонили и сказали, что такой танец, жалко, что танцуют дети, такой танец надо танцевать в профессиональных коллективах, говорит. Эдик, скажите, пожалуйста, вот весь ли коллектив принимал участие? Там были солисты? Да. Или как это происходило? Основной состав был 16 пар. Потом отдельно выходили солисты одни, другие выходили. И еще трюкачи отдельно у меня выходили. Ну, даже не знаю, стоит ли сейчас спрашивать о том, какие планы у вас. Будете ли в следующем конкурсе участвовать? Даже не знаю, что спросить у человека, потому что вот жизнь с нами сыграла вот такую штуку. Ну, тем не менее, вы, наверное, ставите новые танцы? Да, я ставлю новые танцы. Но я думаю, вот в этих малых группах придет, наверное, время такое, когда я их объединю всех, и они будут одноцельный танец будут танцевать. Я по этому конкурсу еще хотел сказать, что нас пригласили в Москву, чтобы мы вот в конце ноября или в начале декабря мы будем проводить для всех победителей. Мы будем отдельно, мы суперкубок будем разыгрывать в Москве. Но, к сожалению, мы не сможем, и вообще они не смогут это провести, потому что это очень много коллективов. Представьте, каждый регион должен приехать, коллектив с каждого региона. Вот это сколько коллективов будет. Ну, может, онлайн будет это все проходить? Может быть, но они еще не прислали нам. А так все коллективы должны были приехать. Они рассчитывали, что уже этой пандемии не будет, и мы сможем принять участие. Но, тем не менее, я с такой блестящей победой вас поздравляю. Лучший сценический танец страны. Это большая ваша заслуга. И желаю вам дальнейших творческих успехов. Спасибо, Эдуард. Рабочей недели. Хорошего дня и встретимся завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова